Медали, ордена и военная одежда Открыть выставку решили парадом дефиле Все-таки по задумке художника, одежда в полной мере работает именно на моделях Дмитрий Цветков создает не только ордена Он работает и в других стилях На счету художника множество премий и наград А его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Центра современного искусства и других музеев Однако Дмитрий заявляет, что чувствует себя комфортно именно в процессе шитья Я всю жизнь свою шью Хотя я заканчивал Академию художественного факультета живописи Но я швея, это мое Мне это нравится, это мое У меня это получается Это моя работа Поэтому я вышиваю висером, шелком, стразами Я вышиваю ксельбанты, погоны, знамены и так далее Все, что хотите Здесь на военных шинелях висят крошечные фигурки людей А с ними сочетаются не только традиционные фуражки Но и забавные вязаные шапки Все это часть мира, созданного художником Здесь нет войны, каждый день это праздник А искусные ордена привлекают внимание не потому, что это знаки отличия А потому, что они красивые Здесь мы хотели сделать именно к 23 февраля Праздник, посвященный миру Посвященный государству Дмитрия Он ведь что делает? Он делает свое государство Государство, в котором царит мир В котором дружат люди и звери В котором каждый день праздник В котором яркая одежда Поэтому Дмитрия, наверное, можно воспринимать как фэшн-художник С 23 февраля работы Дмитрия в галерее «Иксмакс» можно рассмотреть поближе Выставка примет стандартный вид Не все работы окажутся на манекенах Я делаю коллекцию Обычно это 30-40 вещей Делаю я это порядка 2-2,5 лет У меня в Москве большая мастерская У меня есть помощницы Но я вышиваю лучше всех Но 40 вещей я не могу вышить один Это очень сложно, очень кропотливо и очень дорого Дмитрий не боится, что его будут осуждать за творчество Даже если кого-то оскорбит Сочетание военной шинели и шапки в форме жирафа У художника на это своя позиция Он считает, что ценность любого творца заключается непосредственно в его работе Я могу сказать, что сейчас очень модная тема – это оскорбляться То есть донос написать нельзя, потому что это клевета А если я оскорбился, причем я оскорбиться могу на все, что угодно То есть я могу оскорбиться на погоду, на религию, на сексуальные предрасположения На какие-то еще штуки Я буду выглядеть совершенно нормально То есть это будет акт культурной доблести Поэтому это вообще не моя забота Моя забота – сидеть в мастерской и работать Так, как я считаю нужно Несмотря на прямую ассоциацию с военными действиями Работы художника собирают в себе все самое антивоенное, что можно представить И основатель галереи «Х-Макс» разделяет эту позицию Что бы ни происходило в мире, человеку всегда хочется посмотреть на что-то, несущее добро и красоту Просто турбулентность какая-то очень высокая А в этом во всем, во всех сериях есть какая-то удивительная совершенно На самом деле какой-то антивоенный пафос И при этом это очень тонко и с юмором, и без какого-то такого глумления То, чего я не люблю на самом деле Но это все прекрасно, во-первых А во-вторых, это просто прекрасно Работы Дмитрия Цветкова будут находиться в галерее «Х-Макс» до конца марта Эвелина Бронникова, Ильдар Каюмов, телеканал ЮТВ